В этот день, в 1484 году, в московском Кремле был заложен Благовещенский собор. Закладка состоялась по велению великого князя Иоанна III Васильевича. За пять лет псковские мастера возвели белокаменный собор, который открыли в 1489. Он был построен по образцу греческих храмов X века. Девять глав в русской церковной архитектуре символизируют образ Пресвятой Богородицы. На праздник Благовещения ежегодно в соборе совершает богослужение Патриарх Московский и всея Руси. 15 мая 1935 года состоялось открытие первой линии московского метрополитена. После торжественного открытия началось регулярное движение четырех вагонных поездов. Линия шла от станции Сокольники до станции Парк Культуры с ответвлением на Смоленскую. Ее общая протяженность была 11,2 километра. На линии было сооружено 13 станций и 17 вестибюлей. Первоначально митрополитен столицы носил имя Кагановича. 15 мая 1891 года родился Михаил Булгаков. Советский писатель, драматург, театральный режиссер. Некоторое время он работал земским врачом. В 1922-м опубликовал рассказы «Необыкновенные приключения доктора» и спиритический сеанс. По инициативе МХАТа на основе своего романа «Белая гвардия» он пишет пьесу для постановки под названием «Дни трубиных». А вот повесть «Собачье сердце» при жизни автора была под запретом и вплоть до 1987 года. С 1928 года Булгаков начал писать роман «Мастер и Маргарита» и работал над ним 12 лет, то есть до конца жизни. 15 мая 1940 года родилась Светлана Светличная. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Большая слава пришла к Светличной вместе с ролью роковой соблазнительницы в фильме «Гайдая бриллиантовая рука». Были у нее и другие не менее успешные роли. Павлина хуторная в комедии «Стрепуха», «Катя русалка в чистых прудах», «Застенчивая немка Габи», «Влюбленная в Штирлица» в 17 мгновениях весны. Благодаря этим ролям у Светличной сложился имидж самой красивой актрисы СССР.